МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа КРИК, криминал комментарий, из студии Иван Беречевский. Здравствуйте! Сегодня вы увидите... Смертельная мелодия. В Сыктывкаре на ЖД-переходе погибла девушка. Был ли шанс на спасение? Не чужие дети, несовершеннолетние правонарушители попадают под полицейский надзор, который больше похож на пионерлагерь. Все ли хотят оттуда уезжать? Засада на наркозбытчика. 35 лет колонии на четверых получили работники межрегионального интернет-магазина. Какие задачи им давал виртуальный шкипер? Сыктывкарский следственный отдел на транспорте выясняет обстоятельства трагического ЧП на ЖД-платформе в Эжинском районе столицы. Вечером, 27 мая, здесь погибла 16-летняя девушка. Ее сбил маневровый локомотив. Трагедия произошла на глазах очевидца. Женщина переходила ЖД-пути, а девочка шла за ней. Поезд был далеко. Когда она прошла, услышала громкие гудки паровоза. Не понимая, почему паровоз гудит, она обернулась и увидела, что данная девочка идет, не обращая внимания на движущийся и приближающийся поезд. В ушах у нее были наушники. И, соответственно, увидела само происшествие, где поезд сбивает на пешеходном переходе данную девочку. От сильного удара ее отбросило на 16 метров. Сочетанные травмы тела и головы оказались несовместимы с жизнью. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело. Если будет установлено, что девушка погибла по своей несмотрительности, обвинения никому предъявлять не станут. В Сыктывкаре с начала года произошло 20 аварий, в которых серьезно пострадали 24 ребенка. Некоторых несовершеннолетних перевозили в салоне автомобиля с грубым нарушением правил. В рамках очередной операции «Внимание, дети!» столичные инспекторы уделили этому аспекту безопасности повышенное внимание. В этом убедился Антон Булаев. Проезжая часть, ведущая к детской поликлинике номер 3. Именно здесь сотрудники ГИБДД решают проверить, насколько добросовестно автолюбители следят за безопасностью своих юных пассажиров. На заднем сидении первого остановленного автомобиля сидит ребенок. Детских кресел в машине нет. Мы торопимся, у нас выпускной. А фишка приоткрыти, пожалуйста. Документы предъявите. У нас выпускной, у ребенка, ради бога, пожалуйста. Минутка, две займет буквально. Ребенок сколько лет? Девочке оказалось 7 лет, и она пристегнута ремнем безопасности. Поэтому нарушения правил перевозки ребенка здесь нет. Перевозка детей до 7 лет возможно перевозить на заднем пассажирском сидении, используя детское удерживающее устройство. Дети старше 7 лет могут быть пристегнуты просто ремнем безопасности, Но необходимо учитывать физиологические особенности ребенка. Если рост не позволяет пристегнуть его правильно, необходимо использовать бусту. На переднем кресле данный возраст увеличивается до 12 лет. На заднем кресле этого кроссовера две юных пассажирки. Одна из 12-летних девочек пристегнута ремнем. А вот вторая школьница решила правилами безопасности пренебречь. Водитель этого внедорожника о безопасности своих пассажиров также не позаботился. На заднем кресле Митсубиси молодая женщина, которая не пристегнулась ремнем. На руках у нее месячный малыш. Дать внятного ответа ни водитель, ни молодая мать полицейскому не смогли. Позже отец оправдывался. Дескать, всегда ездит очень аккуратно и по правилам. Скорость никогда не превышает. Однако полицейские были непреклонны. С нарушителями, которых в этот раз было не так уж и много, сотрудники ГИБДД не церемонились. Кроме обязательной профилактической беседы, оштрафовали каждого нерадивого владельца железного коня на 3000 рублей. Эти деньги они могли бы потратить на покупку детского автокресла. Совершает наезд, но вместо того, чтобы сообщить о происшествии, просто покидает место аварии, о чем сейчас горько жалеет. 23 мая, 10 часов дня. Камера уличного видеонаблюдения возле пешеходного перехода на улице Карла Маркса фиксирует ДТП. На дорогу выбегает женщина. Водитель Рено жмет по тормозам, но наезда избежать не удается. Потерпевший встает на ноги и уходит с проезжей части. Водитель покидает место аварии. Тем же вечером пешеход обращается к медикам. Автоинспектор возбуждает административное дело. За оставление места ДТП закону предусмотрена административная ответственность, предполагающая ответственность в виде административного ареста сроком до 15 суток, либо лишение права управления транспортными средствами от 1 до 1,5 лет. Водитель, который совершил ДТП, должен в обязательном порядке сообщить в органы внутренних дел о ДТП и действовать по оказанию дежурного. Водителя кроссовера полицейские установили и привлекли к административной ответственности уже на следующий день. Мужчина заявил, после наезда он тут же подошел к потерпевшей. Но она, дескать, серьезно не пострадала и пошла на мировую. Наказание нерадимому автомобилисту определит суд. Комереспубликанский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей отметил 90 лет со дня образования. За свою историю в стенах этого учреждения побывали тысячи подростков, и многие из них исправились. Сегодня в центре, рассчитанном на 25 человек, содержится 7 подростков, с которыми работают профессиональные психологи, воспитатели и педагоги. Подробнее Евгений Кладкевич. Все начинается здесь. Попав в центр временного содержания, в этой комнате производится досмотр ребенка и его личных вещей. Стоит отметить, что других таких учреждений в Коме больше нет. Поэтому малолетних правонарушителей доставляют в Сыктывкар со всей республики. После ознакомления с документами, подопечного обязательно ведут в душ и выдают чистую одежду. Завершающий этап приема – медосмотр педиатра. Первичный осмотр, конечно, там рост измерить, вот как поступают, взвесить, давление, температура. Анализы при поступлении берутся на БЛ и дисгруппу. Это на дифтерию и на кишечную группу. У нас дети поступали с овшами, да, было и такое, что бывало, что и с улицы поймают, и грязные. А сейчас более-менее как-то в этом улучшилась обстановка. Для оказания первой помощи в центре имеются все необходимые лекарства. На случай болезни предусмотрен медицинский изолятор, который больше напоминает гостиничный номер. Ребенок находится здесь до полного выздоровления. При этом получает все необходимое. Помимо здоровья уделяется большое внимание изучению школьной программы. В любом случае, какая ни была бы школа, дети должны получать образование. Будь то они там в обычной массовой школе или в какой-то специализированной школе, или вот в такой, как здесь, дети все должны получать образование. Они должны все находиться в равных условиях. И поэтому мы стараемся создавать для них такие условия, получать образование. Помимо школьной программы с подопечными ведется и профилактическая работа. На этих занятиях педагоги стараются найти не только индивидуальный подход каждому воспитаннику, но и донести до ребенка главный смысл – его нахождение в этом учреждении. Самая главная цель наша – это изменить подростков, которые совершили общественно опасные деяния, в лучшую сторону. Хотя бы элементарно, чтобы они могли понять, что они делают неправильно. И была тенденция к знаниям, к каким-то правильным поступкам, чтобы они в дальнейшем не совершали общественно опасные деяния. Профилактическая работа с малолетними правонарушителями в Центре временного содержания основана на воспитании нравственном, патриотическом и правовом. Также детям прививают и трудолюбие. К слову, весь ландшафтный дизайн на территории – дело рук не только сотрудников, но и самих ребят. Дети готовят и почву для того, чтобы посадить, осуществляют посадку, полив. Очень много дети оказывают помощи для того, чтобы создать вот такую красоту. Своего рода трудотерапия, которая приносит удовольствие и радость каждому ребенку. Безусловно, чтобы хорошо работать, дети должны хорошо кушать. Питание здесь пятиразовое. Готовят повара каждый день. Меню составляют с педиатром, который рассчитывает необходимое количество калорий и витаминов. Также в здании спортзал с тренажерами, комната отдыха и кабинет психолога. Поскольку учреждение режимное, отбой в 10 вечера, подъем в 7.30. На ночь в спальных двери не запираются, чтобы воспитанники понимали. Им доверяют, и доверие это нужно оправдать. Ребенок попадает в центр временного содержания на срок до 30 суток. Наибольшее количество, конечно, общественно опасных деяний, которые совершают несовершеннолетние – это кражи. Имеет место у нас в некоторых случаях разбойное деяние. Есть у нас и такие общественно опасные деяния, за которые помещаются несовершеннолетние – это по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья обменяется за незаконный оборот наркотиков. Как правило, дети попадаются на так называемых закладках. Такое преступление имеет суровое наказание. Однако в силу возраста у ребенка еще есть шанс встать на правильный путь. За год через центр временного содержания проходит достание совершеннолетних правонарушителей. И, как признаются сотрудники учреждения, по истечению 30 суток своим подопечным они говорят не до свидания, а именно слово «прощай». Семейный подряд наркобизнесе. В места не столь отдаленные по приговору Сыктывкарского суда должны отправиться Валерий Вахнин, Руслан Осипов и Марина Камягина. Это трио жителей Ухты и Сосногорска наркоборцы Коми задержали в апреле прошлого года. Причем юноши взяли в Сыктывкаре, когда они приехали забирать очередную оптовую партию синтетического дурмана, а девушку на съемной квартире в Северной Жемчужине. Детали операции в репортаже Эдуарда Бушуева. В середине апреля 2020-го столичные наркоборцы задержали наркокурьера Константина Доронина, который по заданию межрегионального интернет-магазина привез в Сыктывкар почти килограмм синтетического дурмана. Часть этой оптовой партии, 250 граммов, в итоге оказалась спрятана в тайнике на выезде из Ижинского района столицы. Оперативники установили наблюдение. Через 9 дней ночи к этой закладке подошел 19-летний ухтинец Руслан Осипов. Оказалось, накануне он приехал в Сыктывкар со своим подельником, 21-летним Валерием Вахниным. Получив очередное задание от оператора, они направились в территорию города Сыктывкара. На федеральную автодорогу «Вятка», где получили первую закладку. В дальнейшем, получив очередное указание, направились... Один из них направился в Ижинский район города Сыктывкара, где я был задержан. В квартире по улице Пушкина, где временно остановились приезжие гастролеры, оперативники изъяли еще три пакета, в которых лежало свыше 600 граммов порошка. Больше 200 граммов – остатки предыдущей партии – силовики обнаружили в съемной квартире в Ухте, когда сдержали их подельницу Марину Камягину. Следствие выяснило – девушка-студентка и ее гражданский муж Валерий Вахнин устроились в интернет-магазин осенью 2019-го. «Изначально молодые люди осуществляли роль закладчиков наркотических средств. Спустя несколько месяцев их повысили до уровня так называемого мини-склада и давали уже партии наркотических средств массой около одного килограмма. В функции дальше уже входила фасовка этих наркотических средств, размещение их на территории города Ухты и города Сыктывкара». Получив новый статус в интернет-магазине, сожители взяли к себе в подручное двоюродного брата девушки Руслана Осипова. Юноши делали оптовые розничные закладки, а Камягина вела основную переписку с интернет-магазином, фасовала наркотики по пакетикам. Примечательно, что молодые люди по требованию оператора отправляли свои селфи с определенными жестами для подтверждения своей личности. «Они пояснили то, что их нужда толкнула на совершение их преступлений, указали, что им не хватало на жизни доходов и на это пошли. Но надо сказать, что Вахнин еще в октябре-ноябре 2019 года являлся даже сотрудником транспорта и полиции, скажем так, работником неатестованным, может быть, буквально 2-3 месяца там поработал, принял решение подрабатывать таким образом. Ну, все трое указали на то, что им надо было оплачивать съемное жилье и нести расходы как раз на текущую жизнь». Молодые люди пытались убедить суд, что три эпизода покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере – это одно преступление, значит, и наказание должно быть ниже. Сыктывкарская афемида с такой трактовкой не согласилась, но переговор немного смягчила. Валерий Вахнин получил 10 лет колонии строгого режима. Родственникам дали по 8 лет. Кроме того, всем придется заплатить по 30 тысяч рублей штрафа. Многокурьера Константина Доронина осудили к 9 годам лишения свободы.